Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества социальной инфраструктуры, окончание строительства нового детского сада. Эти и другие темы стали главными в ходе визита губернатора Тверской области Игоря Рудени в Торопецкий район. В муниципалитете глава региона также посетил одно из ведущих предприятий Верхневолжья. Все подробности в материале нашей съемочной группы. Рабочий день Игоря Рудени в Торопецком районе по традиции начался с церемонии возложения цветов. Высокие гости почтили память погибших воинов возле стелы Героев Советского Союза, после чего отправились в Центральную районную больницу. Здесь глава региона осмотрел поликлинику, терапевтическое и хирургическое отделение, лабораторию. По итогам визита в медицинское учреждение Игорь Руденя поручил Министерству здравоохранения области представить предложение по строительству нового здания. Посещая сегодня больничный городок, мы, конечно, понимаем, что все здания еще, часть их дореволюционная, часть построена в 30-е годы прошлого века. Конечно, сегодня уже не отвечает требованиям и задачам современного здравоохранения. Вопросы, касающиеся качества оказания медицинских услуг, звучали также в ходе встречи главы региона с общественностью Торопецкого района. Царопчан интересовало развитие туризма, возведение памятника Александру Невскому, введение в эксплуатацию нового детского сада «Жемчужинка» на улице Советской. Когда закончится строительство детского сада, и наши дети пойдут в новые группы. Игорь Руденя подчеркнул, строительство нового детского сада вышло на финишную прямую. Планируется, что уже осенью учреждение дошкольного образования откроет свои двери для 240 ребятишек. 1 сентября – это как раз та самая дата, когда можно будет вместе с родителями порадоваться за наших детей. И уверен, что строители нас не подведут, сделают все вовремя. Готовность более 95%. Есть небольшие недоделки, которые строители доработают. Еще одной точкой рабочей поездки Игоря Руденя в Торопинский район стало предприятие «Гекса» – нетканные материалы. Здесь производят одноразовую медицинскую одежду и постельное белье, защитные маски, хирургические калаты, костюмы и другие медицинские изделия, которые поставляются в том числе и в больнице Твери. Глава региона пообщался также с сотрудниками предприятия. Одной из тем встреча стала поддержка многодетных семей. Будет в дальнейшем поддержка оказываться многодетным семьям. То есть это в связи с покупкой школьной формы. Обязательно мы об этом говорили, рассматривали. У нас получается для многодетных семей это 3+, где все младшие 18 лет. С первого по пятый класс включительно форма с нас, с вас дети, с нас форма. Кроме того, речь зашла о решении кадровых вопросов на предприятиях и в социальной сфере Торопинского района. Губернатор отметил, что для работы на производствах нужно более активно привлекать местные кадры. Таких специалистов может готовить, например, Торопинский колледж. Это очень важно, потому что мы могли бы начать работать с этими со школьного возраста и с ребятами, которые учатся в колледже. Воспитывать из них будущих, скажем, наших работников, да и соответственно, чтобы они работали на производстве у нас. Также в Торопце губернатор провел совещание по вопросу надежности электроснабжения района. Глава региона подчеркнул, необходимо усилить работу по расчистке территорий, где проходит ЛЭП. Задействовать для этих целей специалистов учреждений, подведомственных региональному Минлесхозу, возможности муниципальных образований. Конечная цель этой работы – обеспечение надежного энергоснабжения Торопецкого района, Северо-Запада и других территорий региона.